Рождественский рулет Здравствуйте! Я приветствую всех на своём канале! Сегодня буду печь рождественский рулет. Он чем-то похож на традиционный рождественский кекс или штолен. Делается очень быстро, получается вкусным и ароматным. Выпекать такой рулет можно за много дней до праздника, так как чем дольше он лежит, тем становится вкуснее. Сначала я сделаю начинку, для которой я возьму грецкие орехи, сахар, сливки, можно заменить жирным молоком, и специи по вкусу. У меня здесь корица, кардамон, имбирь, мускатный орех и гвоздика. Можно взять уже готовую смесь специй для пряников или для печенья. Орехи вместе с сахаром мне нужно перемолоть в кофемолке или в блендере. Причём орехи я буду молоть так, чтобы часть осталась небольшими кусочками, а часть превратилась в муку. Если вместо сахара вы берёте уже готовую сахарную пудру, то, конечно, её молоть с орехами уже не нужно. Добавляю к ореховой смеси специи горячие сливки и размешаю. Всё, начинка готова. Отставлю её пока в сторону. Тем временем сделаю тесто, для которого мне понадобится мука 300 грамм, 1 яйцо, 150 грамм творога, сахар 50 грамм, сливочное масло или маргарин 100 грамм, миндаль 50 грамм, 5 грамм разрыхлителя и ванильный сахар по вкусу. В первую очередь измельчу миндаль до состояния муки. Если вы заметили, в рецепте я использую два вида орехов. Но это совсем не обязательно. Можно использовать один вид орехов. Причём, орехи можно брать любые. Просто мне больше нравится, когда в тесте присутствует именно миндаль, а в начинке меня вполне устраивают грецкие орехи. Добавляю к орехам сахар. Если вы любитель сладкого, сахара можете добавить больше. Ванильный сахар. Творог. Яйцо. И мягкое масло. Оно у меня примерно комнатной температуры. Измельчу всё это при помощи погружного блендера. Получается такая однородная масса. И теперь, постепенно добавляя просеянную с разрыхлителем муку, я замешу тесто. Тесто готово. Раскатываю его в пласт толщиной примерно 1 см. Выкладываю начинку на тесто. Если у вас по каким-то причинам начинка получилась жидковата, добавьте в неё ещё молотых орехов или муки. И теперь сворачиваю рулет следующим образом. Сначала с одной стороны. И оставшуюся часть в эту сторону. То есть, с этой стороны у нас получается примерно 2 третьих теста, а с этой стороны 1 третья. Аккуратно перекладываю рулет в форму для кекса. Форма у меня железная, поэтому я её выстелила пергаментом. Смазываю рулет молоком. Отправляю в форму в разогретую духовку. И выпекаю при температуре 180 градусов примерно 45 минут. Желательно в нижней части духовки, но вы ориентируйтесь на свою. Проверяю рулет на готовность деревянной палочкой. И дам ему немного остыть в форме. Выложила рулет на решётку. И смазываю сверху растопленным сливочным маслом. Затем посыпаю сахарной пудрой. Оставляю рулет до полного остывания. Особенно вкусным он становится на следующий день. Так как я выпекала рулет в форме для кекса, естественно, он стал похож больше на кекс. Конечно же, рулет можно выпекать и просто на противне. И будет уже другая форма. Ну вот, я разрезаю рулет. Он получается такой хрустящий снаружи. И посмотрите, какой он красивый внутри. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. А я желаю вам приятного аппетита! Готовьте с удовольствием! Увидимся в следующих видео! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok